Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Горячая тема» и я, ее ведущая Анна Ашихмина. Сумеет ли общественность остановить строительство горно-обогатительного комбината по добыче калийных солей в поселке Нивенское или экологическая катастрофа в области неизбежна? Об этом мы сегодня поговорим с нашими гостями, членом инициативной группы, выступающей против строительства калийного рудника Игорем Бахаровским. Игорь Александрович, здравствуйте! Здравствуйте! Разработчиком сайта резонанс39.ру, противником разработки месторождения, активистом Игорем Славским. Добрый день, Игорь Олегович! Здравствуйте! Также у нас в гостях председатель регионального отделения общественной экологической организации «Зеленый фронт» Олег Иванов. Олег Владимирович, здравствуйте! Добрый день! Дорогие радиослушатели, ждем ваших вопросов и комментариев по телефону прямого эфира 602-002. В прошлую пятницу в Калининграде прошел круглый стол, на котором вновь обсуждалось будущее строительство калийного рудника в поселке Нивенское Багратионовского района. Я напомню нашим радиослушателям, лицензию на разработку месторождения калийных солей в Нивенском получила компания «Стриктум». Рудник и обогатительную фабрику «Стриктум» намерен построить в черте самого поселка, который, кстати, находится в 6 километрах от Калининграда. Противники разработки месторождения убеждены, что строительство рудника и шахты не только поставит крест на поселке Нивенское, но и грозит экологической катастрофой всей области. На круглый стол, организованный региональным отделением экологической общественной организации «Зеленый фронт», были приглашены представители шести общественных экологических организаций, средства массовой информации и руководство компании «Стриктум». Олег Владимирович, расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях от этой встречи. Для чего вы пригласили директора «Стриктума» Павла Яковлева, какую информацию хотели получить от инвестора и оправдались ли ожидания от этой встречи? Да, добрый день еще раз. У нас это уже было не первое мероприятие, которое мы совместно организовывали с научно-технологическим парком «Фабрика» Балтийского федерального университета имени Канта. Это было уже третье мероприятие. На первых двух у нас прошли встречи с представителями общественных экологических организаций, которые осуществляют деятельность на территории Калининградской области. Вторая встреча была с представителями органов власти. Был природоохранный прокурор, министр природных ресурсов и экологии, уполномоченный по правам человека в Калининградской области и председатель профильного комитета по охране окружающей среды Калининградской областной думы. И в соответствии с резолюцией, которую мы с коллегами, я имею в виду с представителями общественных экологических организаций, разработали, у нас был намечен график соответствующих мероприятий. И третьим мероприятием как раз значилась встреча с руководством компании «Стриктум». Честно говоря, не сразу удалось ее организовать. Мы думали, что, наверное, предприятие, его руководство не будет, может быть, готово к такой встрече. Почему? Ну, с учетом того, что в средствах массовой информации инициативной группой озвучивается позиция, что всячески уклоняются от диалога, не хотят выходить на прямую связь. Но здесь они согласились. Был и генеральный директор компании, и главный специалист по охране окружающей среды. У них были с собой материалы и фотографии. Правда, фотографии там все не демонстрировались. Но, насколько я понял, это фотографии из каких-то рудников, то ли Солигорского, то ли еще какого-то. Вот там Александр Васильевич, значит, был. Еще продемонстрировали ролик такой презентационный. То есть, если раньше показывали в 3D-модели, такие строили, чтобы можно было подойти макеты, то теперь с помощью компьютерного моделирования есть возможность показать, что это за предприятие, где оно будет располагаться. Ну, в общем, на картинках все красиво. То есть, никто не сомневался, что на картинках все будет красиво. Что касается непосредственно тематики обеспечения экологической безопасности, то, конечно, интересовало всех обеспечение этой самой экологической безопасности с точки зрения обращения с отходами в первую очередь. И с точки зрения на влияние на другие компоненты окружающей среды, это атмосферный воздух, это на водные объекты, это ландшафт, это растительный и животный мир. Просто, опять же, у меня как-то состоялась дискуссия с одним из активистов, который сказал, что про тараканчиков вы про всяких думаете, ну или как там было сказано, а надо людей защищать. На самом деле вопрос экологической безопасности, охраны окружающей среды, он достаточно широкий. И если сейчас упустить какой-то из моментов, условно говоря, если мы сконцентрируемся исключительно на отходах, все с отходами будет нормально, приведут в порядок, сделают так, как это действующим законодательством обусловлено. А вот про охрану и защиту животного мира и растительного мира забудут. Ну и что мы получим? Мы получим либо сокращение популяции определенной, либо мы получим нарушение экосистемы в целом. Что на самом деле с точки зрения охраны окружающей среды гораздо страшнее, чем вот какие-то заявления о том, что экологическая катастрофа, все будет плохо, мы умрем. Вот все будет плохо, мы умрем, если нарушится сложившаяся столетиями и тысячелетиями экосистема. Вот это будет действительно трагедией. Поэтому были специалисты, которые, я имею в виду, представлявшие общественные экологические организации и отраслевое объединение переработчиков отходов Калининградской области. Ну, понятно, им никогда не приходилось доселе иметь дело с таким видом отходов и с таким объемом, предполагаемым, отходов. Поэтому здесь, я думаю, что коллеги еще этот вопрос будут изучать. И я думаю, что сегодняшние гости в студии им в этом помогут. Вот у них есть достаточно серьезные расчеты, и действительно эта информация полезной может быть. Были люди, которые занимаются изучением как раз растительного и животного мира, кандидатов биологических наук. Ну, и, конечно, каждого по-своему что-то интересовало, причем интересовала не только возможность каких-то негативных последствий, но в том числе задавались вопросами обеспечения независимого контроля всех этих процессов, ну и даже, может быть, возможности какого-то сотрудничества. Опять же, наверное, не всеми такой подход воспринимается как естественный. То есть, если экологи заговаривают с каким-то предприятием о возможностях сотрудничества, значит, вот сейчас все продадутся и будут ходить и дружно одобрять этот проект. Хотя, если посмотреть на опыт западных стран в первую очередь, практически все крупные компании, все крупные корпорации имеют либо некие природоохранные фонды, либо отчисляют государство на, соответственно, эти целевые нужды, чтобы обеспечить независимый контроль и мониторинг. У нас, к сожалению, вот до настоящего момента на территории Калининградской области вообще об этом, в принципе, никто никогда не разговаривал. Вот только наша организация в 2013, там, в 2014-2015 году фиксировала факты разлива нефти на территории Калининградской области. От компании, которая допустила эти разливы и загрязнила, химически загрязнила достаточно большие объемы сельхозземель, и она вообще никаким образом не захотела ни контактировать, ни как-то это обсуждать. По другим моментам, например, возле города Светлого, там большая проблема с загрязнением атмосферного воздуха. Тоже никаких контактов, никаких независимых мониторингов, ничего. То есть, есть негативное воздействие на окружающую среду. Каким образом обеспечить независимую его оценку, вообще об этом никто не думает. Хотя об этом, конечно, следовало бы думать. И если возвращаться все-таки к вопросу планов строительства рудника и горнообогатительной фабрики, то, конечно, здесь вопросов еще очень много. Но, как я уже, наверное, говорил неоднократно и в средствах массовой информации, чтобы понять, что это такое будет, можно будет только тогда, когда будут публичными все документации проектные, чтобы можно было посмотреть, какие проектные решения предлагаются. Сейчас, к сожалению, мы все равно говорим о словах. Слова представителей предприятия, слова инициативной группы, слова экологов. То есть, мы сейчас предполагаем говорить о чем-то конкретном, о каком-то плане, который будет реализовываться. Мне кажется, еще преждевременно, и что самое тревожное на самом деле, что конкретных и четких сроков, когда все это будет готово, когда это можно будет обсудить публично. Вот, к сожалению, такой информации до настоящего времени нет. Но, на ваш взгляд, все-таки перспективы инвестора вам не показались чересчур радужными, даже какими-то нереалистичными? Да, это нормальная ситуация, когда любой инвестор говорит о том, что у нас все будет хорошо. Я не видел ни одного инвестора, который бы сказал, что мы сейчас вложим много денег, и при этом все будет плохо, мы разоримся, и через три года отсюда уйдем. Вот такой у нас прекрасный проект, давайте мы его все поддержим. Вот, поэтому это нормальная реакция, даже если кто-то где-то и лукавит, никто не будет говорить, что наш проект плохой. Даже если есть осознание того, что проект несет определенную опасность, никто не скажет, что это будет опасно до тех пор, пока не будет соответствующих заключений, экспертиз. Именно поэтому мы настаиваем на проведении независимой экологической экспертизы, чтобы эксперты были достаточно высокого уровня, чтобы туда в том числе привлекали как местных наших специалистов, так и тех специалистов, которые имеют опыт производственной работы на аналогичных предприятиях, имеют научные степени, для того, чтобы это была действительно выверенная и серьезная экспертиза, которая бы позволила определить те риски для охраны окружающей среды. А этих рисков много, потому что то, о чем мы говорят в первую очередь, это отходы. На самом деле рисков гораздо больше. И предусмотреть нужно достаточно широкий спектр этих угроз для окружающей среды и затем уже требовать от компании предложения каких-то проектных решений, которые бы могли минимизировать или вовсе свести на нет такие угрозы. А как так получается, что проект не подлежит обязательной госэкспертизе? Есть перечень объектов, подлежащих государственной экологической экспертизе. Этот перечень указан в соответствующем федеральном законе об экологической экспертизе. И там не говорится о том, что рудник по набыче минеральных солей должен проходить такую экспертизу. Первый признак и основное основание для прохождения государственной экологической экспертизы – это образование отходов. Вот пока то, что мы слышим, что отходов у нас образовываться не будет. Соответственно, у нас объектов для прохождения государственной экологической экспертизы нет. Насколько, опять же, это соответствует действительности, сказать сложно, потому что лично я проект не видел. Может быть, коллеги видели проект, и у них такие основания есть. Может быть, у вас есть что сказать по этому поводу? Конечно. Смотрите, вопрос очень интересный с экологической экспертизой. Действительно, есть федеральный закон 174, в котором статья 11 говорит об объектах государственной экологической экспертизы федерального уровня, потому что есть два уровня. Мы говорим сейчас о федеральном уровне. И вот пункт 7.2 конкретно говорит о том, что проектная документация объектов, используемых для размещения и обезвреживания отходов 1-5 классов опасности, должны проходить государственную экологическую экспертизу. Чтобы было понятно нашим радиослушателям, мы сейчас немножко поясним, что такое размещение и обезвреживание, то есть что должно подвергаться экологической экспертизе. Почему компания Стриктом заявляет, что нет у них оснований для того, чтобы проходить эту экспертизу? Потому что, во-первых, раньше заявлялось, что отходов не будет. Сейчас, после того, как прошел этот круглый стол, к сожалению, на котором не было инициативной группы и активистов, у нас не было возможности задать вопросов им. Хотя Олег Владимирович обещал задать вопросы, но, видимо, времени не хватило. От лица инициативной группы. Тем не менее, мы надеемся, в дальнейшем на таких встречах мы там будем присутствовать, и у нас будет возможность пообщаться, ну, хотя бы как минимум с экологом Стриктом. Вот такое небольшое отступление. А по поводу экологической экспертизы, два понятия размещения и обезвреживания отходов 1-5 классов должны подвергаться этой экспертизе. Значит, что такое размещение? Размещение, согласно другой закону, есть у нас, да, федеральный закон 89 об отходах производства и потребления. Он гласит, что размещение – это хранение и захоронение отходов. Да, поскольку компания Стриктом заявляет, что хранения отходов не будет, хотя, если вы помните, они говорили, что у них будет там закрытое какое-то помещение на 50-70 тысяч кубических метров, да, или где-то вот в этих пределах цифры, да, скорее всего, они подразумевают, что в этом помещении отходы будут храниться менее 11 месяцев или не более 11 месяцев. А, соответственно, хранением отходов является складирование отходов на срок более 11 месяцев. То есть, они говорят, мы туда отходы будем эти складировать, они там какое-то короткое время лежат, дальше мы делаем обратную закладку и так далее. Как бы подразумевается вот так, хотя на самом деле мы проектной документации, естественно, не видели, информации у нас никакой нет. Мы вот буквально каждое слово пытаемся поймать из каких-то вот таких вот встреч, общений там или интервью руководства Стриктома, да, и делаем на этом какие-то выводы, потому что информации нам предоставляется ноль, к большому, к сожалению. В открытом доступе ее тоже нет, у этой информации. С сайта у Стриктома до сих пор нет, компания с таким бюджетом не может сделать сайт, выложить туда всю информацию и так далее. Но, к сожалению, вот так, исходим из того, что есть. Так вот, получается таким образом, что хранения не будет. Тогда остается вопрос с обезвреживанием, да, вот этих отходов. Нам удалось понять из круглого стола, что первые три года все отходы, которые получаются от производства обогащения, там два вида отходов, да, полтора миллиона тонн в год это твердые отходы, и где-то в районе там 1,2 миллиона тонн в год это жидкие отходы, это рассолы, концентрированные рассолы, да, вот их собираются закачивать в недра Калининградской области, через поглощающие скважины. Так вот, с нашей точки зрения, да, по нашему мнению, прежде чем туда эти расходы, рассолы, естественно, закачать, да, эти соли растворить, они будут растворяться, разводиться водой до доведения до определенного уровня концентрации. То есть, другими словами, будут обезвреживаться, да, для чего они разводятся? Ну, чтобы не нанести каких-то повреждений, там, на этой глубине, там, и так далее, да. Вот, то есть, мы считаем, что это обезврежение отходов. Другими словами, проект этот должен подвергаться экологической экспертизе. Более того, тут вопрос еще есть с захоронением отходов, то есть, вот, компания Strictum заявляет о том, что, изначально заявляла о том, что отходов не будет, будут строительные материалы для обратной закладки. То есть, вот те отходы, которые получаются в процессе обогащения в твердом виде, да, они называют это строительными материалами. Из этих, значит, строительных материалов они будут делать, строить опоры под землей для того, чтобы не было провалов грунта. Тоже, на мой взгляд, есть вопросы в связи с этим, да, является это захоронением или не является. Честно сказать, вот так вот абсолютно точно ответить на этот вопрос я не могу. Но, тем не менее, если это строительные материалы, то, знаете, по аналогии со строительными материалами, любой продавец в магазине скажет вам, что, ну, поступили ему строительные материалы на склад, поставить на учет, на баланс, заплатить за них налог на имущество, там, а если вы из них строите, да, то будьте добры, регистрируйте. Ну, в общем, можно эти строения, да, можно дойти таким образом там до каких-то там фантазий таких вот из разряда чего-то такого, да, вот. Но, тем не менее, является это захоронением или нет, тоже возникает вопрос. Но то, что будет происходить обеззараживание, вот, на мой взгляд, это абсолютно однозначно. Поэтому у многих на этой встрече и вызвало такое недоумение, да, хотя руководство Стриктом достаточно долго пыталось объяснить, что вот, ну, нет у нас оснований для прохождения государственной экологической экспертизы. Все равно люди остались недовольны этим ответом и перенесли вот это выяснение, вот этого вопроса на уже время, которое будет после встречи. И единственное, что по государственной экологической экспертизе было сказано компанией Стриктом, да, что она будет проходить, это в отношении скрышных пород, которые будут вывозиться в карьер полевого для рекультивации. Вот, кстати, с рекультивацией у меня тоже так вызывает иронию, у меня многие моменты вызывают иронию, да, когда руководство Стриктом заявляет о том, что мы будем, значит, рекультивировать карьеры, да, то есть впоследствии эта земля станет пригодной там, в том числе, там, допустим, и для сельского хозяйства, да, и когда называют объемы рекультивации такие, что едва закроет дно карьера вот эти вот скрышные породы, которые будут высыпаться, да, то, на мой взгляд, никакая не рекультивация земли, а просто-напросто выброс отходов вот этих скрышных пород, да. И, может быть, вот Олег Владимирович поясни, да, к сожалению, не понял вопрос совсем по экологической экспертизе, которая касается именно по рекультивации, да, вот с вашей точки зрения, скажите, кто будет проходить эту экологическую экспертизу? Компании Стриктом или те, кто будут размещать эти отходы у себя? Потому что вот проектная, говорится в 11-й статье, да, Федеральный закон 174, то проектная документация объектов, объектов, используемых для размещения объектов. То есть размещать будет же там, я так понимаю, не компания Стриктом, да, то ли там областной владельцы карьера, да, то есть они, получается, будут проходить эту экологическую экспертизу? Совершенно верно. Возложена такая обязанность на то юридическое лицо, которое имеет право обладателем, либо имеет там договор аренды на соответствующий земельный участок, и именно это юридическое лицо будет готовить проект рекультивации, и будет, соответственно, этот проект проходить государственную экологическую экспертизу. В первую очередь, конечно, вопросы этой государственной экологической экспертизы по составу грунта, по определению класса опасности, потому что грунт этот будет неоднородный, ну, как мы понимаем, он будет с разной глубины, будет извлекаться, и, соответственно, будет содержать себе различные элементы, и всё это должно будет пройти соответствующую экспертизу. Другими словами, компания Стриктом, получается, вообще на 100% избегает экологической экспертизы, хотя вот, по крайней мере, как я понял, да, вот, по крайней мере, было подано таким образом, что мы будем проходить, вот, не мы, не компания Стриктом будет проходить, компания Стриктом пытается, вот, всеми возможными путями этого избежать, ну, в принципе, можно их понять, как вот Олег Владимирович сказал, да, никто из инвесторов не придёт и не скажет, что мы будем там наносить февреты, естественно, они будут пытаться каким-то образом там, как минимум, завуалировать вот такие вот обстоятельства. Но, тем не менее, на сегодняшний момент, по крайней мере, я вижу ситуацию так, что существует попытка просто избежать вот этой вот сложной экспертизы, и существует также попытка подмены понятий, потому что компания Стриктом заявляет о том, что мы не будем проходить государственную экологическую экспертизу, мы будем проходить главную государственную экспертизу. На что Марк Валентинович Балановский, да, сказал, вы путаете мягкое с тёплым, вот, в этом плане. Уважаемые радиослушатели, я напоминаю, что вы слушаете радиостанцию «Русский край». В эфире программа «Горячая тема» и я, её ведущая Анна Ашихмина. Сегодня у нас в гостях член инициативной группы, выступающей против строительства калийного рудника Игорь Бахаровский, активист Игорь Славский и руководитель регионального отделения экологической организации «Зелёный фронт» Олег Иванов. Мы обсуждаем будущее строительства калийного рудника в посёлке Нивенское. Ждём ваших вопросов и комментариев по телефону прямого эфира 602-002. А у меня такой вопрос, а чем могут грозить вот подобные закачки жидких отходов и захоронения твёрдых отходов, о которых говорил Стриктум? Ну, я хочу процитировать статью по выдержку и статьи по поглощающим скважинам учёного Честовского. Называется она «Изучение поглощающих горизонтов на участках сброса сточных ход с целью охраны геологической среды». Изучение поглощающих горизонтов на участках сброса сточных ход в настоящее время нельзя признать удовлетворительным. Несмотря на существующие методические рекомендации и инструкции, такое изучение проводится крайне редко. Причины этого заключаются в плохо организованном контроле за количеством сбрасываемой жидкости, отсутствии сведений о начальном и текущем пластовом давлении в поглощающем горизонте, низком качестве исследования поглощающих скважин и другое. Совершенно неизученными остаются важнейшие гидрологические параметры поглощающих горизонтов. Гидро- и пьезопроводность последние позволяют на вновь организованных участках сброса путём расчёта прогнозировать изменение давления в процессах закачки. А можно попроще как-то? Хорошо. Директор Стрикта Маяковлев заявил о 800 тысячах тонн в год предполагаемых к закачке отходов. Мы так понимаем, что 800 тысяч тонн – это концентрированные отходы, которые он ещё собирается разбавлять до природных концентраций, чтобы избежать меньшего ущерба. Ну, во-первых, скажем так, что эти отходы будут содержать не только соли, но и реагенты, которые помогают реакциям обогащения на комбинатах, которые тоже совсем экологически небезопасны. А во-вторых, насколько может вместить в себя тот поглощающий горизонт количество ежегодного сброса такого, то есть по 700 тысяч плюс ещё сколько воды для разбавления – это огромные миллионы тонн в год, насколько сможет он вместить, и если что, где-то, может быть, оно всё-таки вылезет. И тогда что? И тогда будет экологическая катастрофа, это может вылезти в Балтийском море, это может быть где-то в соседнем государстве, никто предсказать. То есть перед тем, как закачивать, должны проходить многолетние исследования научные учёными, делать экспертизы и выводы, сколько ёмкость данного горизонта, и можно ли туда столько закачивать. В области пока тот же Яковлев сказал, что закачивается там десятки тысяч тонн, но никак не миллионы тысяч тонн в год. Ну да, таких объёмов прежде не было. Я вас немножко прерву, у нас есть телефонный звонок, давайте послушаем. Алло, здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. У меня вот сейчас, вот я вас слушаю, и раньше вот это слушал, и ну что, мы здесь люди, кто мы, мы хозяева здесь в нашей области, или мы кто? Какие-то приезжают люди, хотят заработать здесь миллиарды, испоганить землю, что будет с нашими детьми, ладно, вот я уже пожилой, что будет с детьми с нашими? А то, что они экспертизу сделают, то они купят любую экспертизу, у них уже наверняка за границей есть квартиры, дома, они здесь чемоданы взяли, и в том числе наши чиновники, вот только избрали губернатора, он почему не вмешается в это дело? Или ему не надо? Просто слышать это, это испоганит всё, вот какая-то масса воды вливается в нефть, и вот была передача только по центральным территориям, нефть, когда в одной из фирм прорвалась и попала в тёплое течение идёт, в Гольфстрим, понимаете? И там боятся люди, чтобы пока стали реактивы, чтобы нефть осела на глубину, чтобы не мешала, и может вообще, если Гольфстрим уйдёт отсюда, до Мурманск он доходит, то будет катастрофа такая. У нас тоже самое здесь, с ними даже разговаривать не надо, мы, любой человек, я думаю, думаю, что 90% как минимум против этого. Грать их просто отсюда надо. И никакими с ними разговоры не вести. Всё, спасибо. Спасибо за комментарий. Ну, в принципе, я думаю, можно озвучить название сайта, куда могут заходить протестующие и подписывать петицию. Озвучьте, я думаю, пожалуйста. «Резонанс39.ру», наша группа ВКонтакте называется «Рез39», я прошу не путать, есть много поддельных групп ВКонтакте, которые примерно так же называются, но если вы зайдёте на сайт «Резонанс39.ру», там есть ссылочка, можно зайти, подписаться на новости. Действительно, что касается губернатора, губернатор поставлен в известность, буквально вчера стал известен ответ губернатора депутату Государственной Думы господину Ревину, в котором было озвучено то, что создана комиссия, ведётся работа взаимодействующих органов по этому вопросу. Но как бы вот, что касается активистов, мы действительно не ограничиваемся этим, мы идём дальше, и буквально вот недавно было отправлено в адрес губернатора и господина Алиханова наше предложение, то есть предложение именно инициативной группой подписанной активистов, которые включали три пункта. Первый пункт – это провести независимую экологическую экспертизу всех проектов предприятий, составляющих горнообогатительный комбинат, с учётом их работы как единого комплекса. Второй пункт – это проработать вопрос, если уже будет принято решение, если губернатор и правительство области говорят, нам это предприятие необходимо, если они берут на себя такую ответственность и никак не пытаются противодействовать этому, то проработать вопрос о предоставлении инвестору альтернативных, максимально удалённых от поселений земельных участков в границах месторождения. Такие возможности есть, то есть максимально отодвинуть это предприятие, чтобы оно никоим образом не находилось внутри населённых пунктов или даже где-то рядом. И третий – это созвать научно-практическую конференцию по проблеме возможности экологической безопасности, планируемой разработки проявлений калийно-магниевых солей Нивинская в Калининградской области. И пригласить на эту конференцию специалистов, иностранных учёных, активистов, в том числе местные экологические организации, чтобы это была большая открытая конференция, где каждый мог высказаться и на основании решений вот этой конференции. Это вот нечто подобное к круглому столу уже проходит, но мы предлагаем сделать это международным, потому что если это будет касаться и соседние государства, допустим, тоже Польша, Литву и так далее, они тоже имеют право знать, что будет в том числе, может быть, и у них в недрах. У нас есть ещё один телефонный звонок, давайте послушаем. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Борис Михайлович, живу 40 лет в Невинске, 70 лет возле меня. Ситуация такая, это там с этим стрикнуло всё понятно. Это просто я как-то единожды был на собрании у нас там, досмотрел на этого председателя, там это просто Иуда обыкновенный, продавшийся. Это всё понятно. Вот там, а как вот наша инициативная группа думает, столько вот, где у нас уже есть в России такие несчастья, так скажем, по-моему, где-то там в двух местах есть. Одно уже закрыли, второе там, как в журнале пишут, что это хочешь посмотреть задницу земли, вот и идей посмотреть те самые суалеты, самые разработки. Так вот, ребята, самое-то главное, что? В Ростопырку драться руками и пальцы крыломаешь. Надо к тем ребятам. Ребят, помогите. Как их взять за одно место, за сумму, и подвесить, и всё нормально. Всего доброго, товарищи председатели, там эти самые, этих стриксумов там, или как они там, стринга, спатья, ага. Спасибо большое за ваш комментарий. Я знаю, что инициативная группа действительно связалась с рабочей группой из Челябинской области, где тоже планируется построить горно-обогатительный комбинат. У Челябинской рабочей группы, выступающей против строительства комбината, гораздо больше опыта, насколько мне известно. Расскажите, что удалось позаимствовать из этого общения? Ну, мы действительно общаемся с нашими коллегами по несчастью, и мы действительно изучаем, почему мы вот категорически против, потому что мы изучаем эти вопросы на конкретных примерах. Мы и рады были бы поверить красивым фильмам трехмерным, где все красиво, зелено и прекрасно, но мы видим реальную картинку в других регионах России, и мы видим реальную картинку в той же самой Белоруссии, братской республике, где происходит, где на самом деле все очень красиво и причесано, визуально. Но, тем не менее, экологических проблем там большое количество, огромное количество. Мы не хотим оказаться вот именно в такой же ситуации, поэтому мы делаем выводы на основании этого. И не просто так мы делаем выводы. Вот у меня конкретно есть выписка. Да, буквально в конце прошлого года в уведомлении об общественных обсуждениях, поданное в Минской областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Беларусь, сказано, что Беларусь-калий, являясь одним из крупнейших в мире производителей, оказывает определенное негативное воздействие на окружающую среду региона. Как любому горно-химическому предприятию, обществу присущий ряд отрицательных факторов воздействия на окружающую среду. В первую очередь это использование природных и энергетических ресурсов, оседание земной поверхности в результате ведения горных работ, образование значительного количества отходов, обогащения и отчуждения земель для их хранения, выбросы и сбросы загрязяющих веществ в окружающую среду. Имеется в виду выбросы в атмосферу и сбросы в водоемы и так далее. То есть предприятие само признает то, что и количество отходов увеличивается, это основная головная боль, с которой мы касались. Хотя, несмотря на то, что компания Strictum на прошедшем заседании заявила, что соли отвалов не будет, у нас как-то не успокаивает этот момент. Визуально это будет действительно выглядеть так, что соли отвалов не будет. Но отходы от этого никуда не денутся. И то, что компания Strictum называет продуктом, является в большинстве своем отходов во всем мире. То, что вот эти горы образованы в других регионах, это как раз таки отходы. Компания Strictum называет это продуктом. И говорит, что мы заключили договора на подсыпку дорог там с Литвой и с Калининградом, извините меня, там количество отходов расчетное получается такое, что ни в Литве, ни в Калининграде дорог столько не хватит, чтобы это все засыпать. Да и сами видите, какая у нас тут зима. И в Литве, и в Калининграде не надо это будет. То есть придется утилизировать это все. И еще такой момент, хотел сказать именно по Беларусь-Калию, что они планируют увеличение, несмотря на то, что новые технологии, якобы те же самые белорусские академики внедряют у нас здесь, да, и работают в том числе специалисты белорусские, количество отходов растет. И Беларусь-Калий вынужден увеличивать количество площадей для хранения, для открытого хранения тех отходов. И та же самая беда в Урал-Калии, в Березняках, где депутатами принято решение перевести категории земель, которые предназначены для населенных пунктов, именно под хранение отходов жидкого и твердого вида. Но когда заявляет руководство Стриктума, что у них будет безотходное производство, напрашивается сразу такой вопрос. Приведите, пожалуйста, пример калийного производства в мире у тех же канадцев, которые являются лидерами по производству калийных удобрений, немцы, которые застрельщики в этом деле, мэтры, можно сказать, да. Руководство говорит так, да, безотходных технологий калийного производства в мире нет, но мы хотим быть первыми. И вызывает недоумение, что они приглашают немецких ученых, они приглашают белорусских ученых, чтобы разработать безотходную технологию, которая ни в Белоруссии, ни в Германии до сих пор не существует. К сожалению, я вынуждена вас прервать, потому что наша передача подходит к концу. Уважаемые гости, спасибо большое, не успели много обсудить, но я надеюсь, что это все-таки не последняя наша встреча. Я напоминаю, что у нас в гостях были члены инициативной группы, выступающей против строительства калийного рудника Игорь Бахаровский, активист Игорь Славский и руководитель регионального отделения экологической организации «Зеленый фронт» Олег Иванов. Дорогие слушатели, всего вам доброго и до новых встреч в эфире. До свидания. Продолжение следует...